Всем хорошего по возможности вечера, ну или времени суток. Я не буду долго останавливаться на британской теме, она многократно уже со всех новостных источников, наверное, собрана, осмыслена. Скажу лишь, что назначение нового премьера не особо-то сильно воодушевило британские рынки по динамике FTSE, индекса по динамике GIL, то есть средневрешенных котировок бандов британских. Не особо заметно, чтобы рынки были рады, поскольку все, в принципе, накопившиеся проблемы, экономические или финансовые, остались. Скажу в основном о тех новостных блоках, которые сейчас, наверное, определяли в последние дни движения. Это, в первую очередь, азиатские новости из Японии, которые менее, наверное, освещены в нашей прессе, и из Китая после партии Новосъезда тоже немножко упомяну. Но, конечно же, на этой неделе начинается отчетность именно больших технологических компаний и в целом огромного количества известных крупных бизнесов. Это бизнесы, состоящие из доходов других бизнесов во многом, либо зависящие от рекламы, такие как Google или Amazon, такие крупные компании, как Microsoft, Visa. Многое можно, на самом деле, перечислять. Я думаю, вы знаете, здесь масса отчетов выйдет. Поэтому я бы не сильно обольщался тем результатом, отскоком, которые на рынке достигнут в результате, в первую очередь, отчетов банковского сектора. Потому что банки действительно это тот сегмент, который единственный, по сути, выигрывает вообще как-то от роста процентных ставок и доходностей казначейских бандов. Потому что инвесторы, когда убегают от более рисковых активов, вкладываются, как правило, в ETF-фонды, которые оперируют именно активами с гарантированной доходностью, то есть государственными бандами в первую очередь. И вот как раз в отчетах таких банков крупнейших, как The Bank of America, Goldman Sachs и многих других, как раз фигурируют в качестве доходной части именно поступления от деятельности вот этих ETF-подразделений. Но при этом все эти банки внуждены закладывать очень значительные резервы на покрытие возможных рисков в случае каких-то проблем с платежами заемщиков. Понимая, что как-то рецессия, вот она не дремлет и надвигается с ужасающей быстротой. Достаточно много свидетельств, я не буду все их повторять. Лишь из самого свежего укажу на то, что последние данные по индексам деловой активности уже из США, они показали снижение по всем параметрам, причем параметры, включая и промышленный индекс PMI, и в том числе сервисный индекс, причем сервисный, снизился даже хуже сектора до уровня 46,6. Тогда как, например, промышленный только-только перевалил вниз через отметку 50, буквально на 0,1 пункта до уровня 49,9. В среднем по всей экономике глобальный композит индекс PMI 47,3 по американской, подчеркну, экономике, которая до сих пор избегала разговора, что они тоже будут в рецессии. Ну вот, как вы видите, четвертый месяц подряд снижение. Ну, я не буду сегодня много говорить об Америке, потому что, в общем, вот этот вот подъем S&P 500 до уровня 3,800, куда сейчас он бьется. В принципе, это все уже было, это было в начале октября месяца, и побившись 3-4 дня от этой области, индексы упали очень быстро на данных с вами труда американского, которые оказались слишком хорошие, чтобы рынок спокойно к ним относился, соответственно, позволяя Федрезерву и дальше размахивать флагом, поднимая процентные ставки. В последние буквально несколько дней появилась информация, так как водится из неподтвержденных источников, близких к осведомленным, опубликованная в The Wall Street Journal. То есть, таким образом, как бы Федрезерв пытается, видимо, смягчить последствия своего агрессивного подъема ставки. Они через издание намекнули, что вот они после того, как поднимут агрессивно в ноябре, готовы рассмотреть вариант, может быть, чуть менее быстрых подъемов ставки уже в декабре и в последующие периоды. В принципе, запустили на уровне слуха, но этого слуха хватило, чтобы погасить резко стартовавшую вверх доходность облигаций американских, которая достигала уровня 4,1%. Это уровень, который в последний раз наблюдался перед кризисом финансовым 2008 года, наводя на всякие крайне нехорошие ассоциации. И вот как раз в том числе и благодаря тому, что вот такой слух пошел, что, может быть, не таким будет быстрым дальше темп подъема ставки, хотя это даже не официальный прогноз ФРС, не говоря о том, какие будут действия. Вполне возможно, что это просто трюк некий для того, чтобы слегка сбить накал страстей, потому что чем выше эти доходности, тем не только более нервным становится фондовый рынок, потому что как бы среди защитных, таких квази-защитных акций на рынке типа Apple, например, как раз конкуренция ему составляет банды. И в данном случае мы видим, что вот если там доходность растет, сразу растет число желающих именно туда убегать от рисков. Но вполне возможно, что вот на данный момент это сбили, потому что высокие доходности казначеек – это огромное бремя для американского долга, и, в принципе, им, конечно, желательно держать его пониже, одновременно несколько успокоить настроение на рынке перед промежуточными выборами в Конгресс. Возможно, что все это имеет всего лишь такую подоплеку, но пока индексы имеют шанс прорваться как выше, так и круто упасть в пике в зависимости от конкретных отчетов, которые на этой неделе будут выходить. Вот я, в принципе, ограничусь, наверное, вот этим блоком касательно американского рынка. Что касается остального, все-таки хотел бы обратить внимание на другие события, которые, так сказать, определяют, на мой взгляд, динамику именно последних дней, в том числе динамику биржевого отскока, именно фондового отскока, хотя сами по себе события вроде как они не фондовые. И многие, я знаю, здесь зрители даже не обращают большого внимания на движение на международных валютных рынках. Но скажу, что вот это как раз движение из разряда тех, которые надо было бы заметить, чем бы вы ни занимались, потому что действительно они опосредованно влияют и на фондовые как раз отскоки, и на их динамику. Что это за новость? Это, в первую очередь, так скажем, призрак интервенции, пугало интервенции от японского банка. Банк Японии, по свидетельству, ну, так сказать, большинства опытных трейдеров, безусловно, предпринял на рынке массированную интервенцию в прошлую пятницу и немножко продолжил в этот понедельник. Официально, официальные лица не подтверждают, что это была интервенция. Они так поговаривают на самом деле витиевато. Вот я могу там сейчас некоторые рассказывания привести. Но опыт, поверьте, подсказывает, что я вот такой силой интервенции видел только в 1998 году, видел ее своими глазами на рынке, когда человек мог сходить, простите, рядышком, так сказать, в сортира, учитывая отсутствие интернета, через 5 минут находил котировки доллара по отношению к иене, скажем, на 200-300 пунктов ниже и совершенно другое состояние счета, в зависимости от того, в какую сторону позиции стояли, там всяких страстей хватало. Вот такой же, в принципе, силы и скорости интервенция была в пятницу, когда за полтора буквально часа на 5 фигур, то есть с уровня где-то 151,5 до уровня почти 146, дотолкали пару долларов иена. И подоплека именно такова, что уже избыточные движения начинают создавать проблемы как для торгового баланса страны, так и для инвестиционного климата, с одной стороны, для Японии самой. Но хочется, собственно, сказать, что вот как раз это движение вниз, которое предприняли против рыночных спекулянтов японские финансовые власти, по всей видимости, предприняли, да, это движение, там были брошены немалые деньги, вот скажем, Financial Times оценивает примерно величину в 30 миллиардов долларов интервенции. Это полтора раза больше, чем первая попытка, которая была где-то месяц назад в сентябре. Ну, то есть, так или иначе, этим путем удалось не только курс доллара иена на время скинуть. Все понимают, что на время, что даже если интервенции повторят и удастся скинуть ниже, там в понедельник вот 144,50, рынок постепенно будет снова стремиться с каких-то уровней, дорожа, конечно, от страха, но загонять ее выше снова. Вот на момент, скажем, этой записи она снова стоит, там, недалеко от 149. Это будет циклами, наверное, повторяться, какие-то большие скачки. Но это помогло другим валютам отскочить, помогло евро проделать, уже совсем было заброшено, там, рынком куда-то в подвал, с 0,97 до 0,99. Помогло воодушевиться, там, и другим валютам-конкурентам, как доллара, так и евро. Но, как бы, чтобы понять, что последствия не ограничиваются валютным рынком, как раз вот я, собственно, и хотел показать связь, что когда начинает дорожать пул других валют против доллара, вот пусть под влиянием даже этой чисто, казалось бы, японской интервенции, это моментально снижает давление на доллар вверх. И как раз это помогло сбросить с уровня 4,33 доходности казначеек до уровня, ну, хотя бы 4,15. Это все равно выше 4% годовых, как говорится, там много, да? Но это довольно, так сказать, существенное торможение. На время ли, надолго ли. Понятно, что по мере повышения ставок, если там ждут ставок по район 5% в ближайшее время по ФРС, то и доходности казначеек будут приближаться к этим значениям. Но им хотя бы не позволили бежать слишком быстро. Соответственно, это наводит на мысль о том, что, во-первых, могла иметь место скоординированная акция Федрезерва, скажем, с Банком Японии. Вот в свое время, как раз тогда, вот в 98-м, координированные были интервенции и этих двух банков, и еще и европейских центральных банков. Все они старались вместе, потому что достало в какой-то момент всех общий процесс вот этот вот накопления, что называется, дисбалансов разных на рынке. И в данном случае это в общих интересах получилось. Поэтому вполне возможно действительно действовали сообща. Сообщения о том, что вообще они взаимодействуют по этим вопросам, были это и весной уже, когда иена приближалась тогда к отметке всего лишь 125, а не 150, где-то в марте месяце. Были вполне официальные сообщения, что коммуницируют финансовые власти Америки и Японии по этому вопросу. Вполне возможно, что и сейчас. Почему я на этом делаю акцент? Потому что большинство, наверное, из присутствующих все-таки торгуют инструментами, как правило, американского рынка. И, соответственно, мы можем здесь иметь в виду, что это сразу начинает влиять на отскок, например, в технологическом секторе. Тот же Apple, который продавали, например, с любого отскока еще недавно, смог подняться повыше на этом. И многие компании на рынке, которые потеряли за последние пару недель много, они в эту неделю отскочили больше, чем если бы просто на сезоне отчетности, как раз за счет того, что все-таки часть капитала, испугавшись, что падает доходность по казначейкам и идет отток из доллара в другие валюты, значит, умеряло пыл в плане покупок новых казначейок. Может быть, кто-то даже вышел из части приобретенных активов. То есть пошла волна, которая частично вернула деньги на фондовый рынок и, по крайней мере, заставила задуматься владельцев этих денег, а не поместить ли кое-что в отскакивающие бумаги, что, видимо, некоторые из них и сделали, судя по тому, что отскок набрал темп именно синхронно с этой японской интервенцией в пятницу. Вот на это я хочу обратить внимание. В понедельник тоже была попытка японской интервенции, и еще это помогло в понедельник немного подняться фондовым индексом. То есть взаимосвязь, да, то есть если вы видите взаимосвязь между этими событиями, то, может быть, имеет смысл посмотреть в сторону пары доллара и иена, и когда и если там начинаются такие спады массированные, даже если вы напрямую на них не торгуете, это может идти на пользу отскоку фондовых площадок. И наоборот, когда спекулянты там вновь принимаются за дело, покупая доллары за иену и толкая курс вверх, в этом случае фондовые рынки начинают снова приседать. Вот эта синхронизация, фактор, он сейчас играет довольно заметную роль, почему я обратил на него внимание. Как принимать торговые решения в трейдинге? Какими навыками должен обладать активный инвестор? Какими приемами владеть? Как влияет на рынок новостной поток? Как определить новые тренды на рынке и время их разворотов? Какое место занимает технический анализ в процессах принятия решений? Что такое торговые коридоры? Как нащупать дно рынка? Как считать торговые сигналы? Книга финансового аналитика и инвестора Петра Пушкарева «Искусство быть мирным» для трейдеров и инвесторов, которые хотят найти ответы на эти и другие вопросы. Материал выстроен на основе опыта трейдинга на валютном рынке. Однако эти же принципы, подходы и технические приемы применимы и классическому фондовому рынку. Купить книгу Петра Пушкарева «Искусство быть мирным» можно по ссылке книги под этим видео. Ну и, наконец, про Китай. Я думаю, что кто интересуется этой темой, здесь эти новости, в общем, все прочитали. Скажу лишь, что, смотрите, влияние само сейчас, падение на китайском рынке, а там существенное падение после съезда, это влияние пока просто отложено на время, но вряд ли мир избежит этой взаимной зависимости, рынки вряд ли смогут ее избежать. То есть пока что вот новости, о которых я уже упомянул, включая и намеки от Федеризерва, опосредованные даже без цитат от конкретных людей на возможную не такую большую жесткость в линии повышения ставок, и история с японской интервенцией, все это вот вместе взятое, как бы оно сдержало эффект от падения китайского рынка. Он не сказался пока никак на данный момент на Уолл-стрит и на европейских площадках. Но, в принципе, нам стоит иметь в виду, что, скорее всего, этот эффект вернется со временем, и что сейчас китайский юань на сегодня упал до самого низкого уровня за 15 лет. 15 лет это еще до финансового кризиса 2008 года было. Уровень 7,30 юаней за доллар пройден в ходе торгов во вторник как раз, вот сегодняшних. И частично это действительно запоздалая реакция именно валютного рынка на объявление о третьем сроке Си Цзиньпина на посту Генотека Компартии, после того, как был окончательно представлен состав нового постоянного комитета Политбюро, то есть орган, который принимает в стране по сути решения. И я сейчас не буду высказывать свою вообще точку зрения на этот счет, потому что здесь в данном случае, с учетом того, что отток идет капитала в основном от западных инвесторов, здесь важна точка зрения, как она представлена, съезд в большинстве изданий западной прессы. То есть что там рассказывают про Китай, то, соответственно, там и правда про Китай. Поэтому я не буду, как говорится, своих 5 копеек вообще здесь вставлять. Просто расскажу, как там на это смотрят, и почему Ханг Сенг-индекс в Гонконге упал на 8% на следующий день после завершения съезда. Континентальные индексы китайские чуть поменьше, там в пределах 2,5-3%, потому что они более, скажем так, контролируемы властями. Гонконгский рынок более свободно рыночной такой основе функционирует, соответственно, там падение больше. Ну и в целом, конечно, надо иметь в виду, что тот же Ханг Сенг-индекс, он не только упал вот в ответ на съезд, он был очень негативно настроен на протяжении всех двух последних месяцев. То есть вот эта такая слякотная осень на китайском рынке, она как началась с сентября, буквально с первых чисел, Ханг Сенг потерял 25 почти процентов за 2 месяца. Это очень много. По капитализации это, в принципе, сравнимо с тем путем, который СНП, скажем, 500 проделал, ну, чуть ли не за весь год вниз. На китайском рынке, как видите, вот так. Почему они так реагируют? Ну вот, собственно, западные новостные агентства и некоторые влиятельные инвесторы в Китае, также считаю, в целом в азиатском регионе, считаю, что комитет политбюро, грубо говоря, вот как по меркам Советского Союза, что он теперь укомплектован более лояльными людьми к Синцзенпину, но при этом которые меньше понимают в экономике. Такое мнение, во всяком случае, правильное или нет, я как бы даже не буду обсуждать. Это просто точка зрения, которая общепринятая. Так же, как там в черно-белые краски по разным поводам красят сейчас окружающий мир, вот так же и здесь. То есть говорят о том, что политика распределенного богатства, как ее называют в Китае, то есть это распределять доходы, имеется в виду, более богатых компаний, более богатых граждан более справедливо. Вот что сейчас политбюрофники новые, они больше озабочены этой темой, стандартизировать какие-то механизмы накопления, в общем, чтобы не у тех, у кого было слишком много, делились, так скажем. Может, это и хорошее быть намерение, но предыдущая вся практика действительно здесь объективно показывала, что эти намерения по факту были вообще далеки очень экономического прагматизма и в итоге обваливали капитализацию компаний и затрудняли жизнь всем тем крупным игрокам, на рынке которых мы знаем, там Alibaba, Incent на поверхности. На самом деле китайский рынок очень огромный, разноплановый, там есть компании, которые частично выигрывают от этого, например, те, кто связаны как-то с энергетическим переходом. Уж Китай тоже прикладывает руку к движению, направлении более чистой окружающей среды, мы все это знаем, но так или иначе, причем там это идет без таких перехлестов, как на Западе, а идет более планомерно, так сказать, на партийных съездах решаются там планы, пятилетки и так далее. Не одним путем давайте мы сейчас сразу там перестанем жечь мазут с бензином и немедленно перейдем на питание ветром, течениями океанов и какать мы тоже будем цветочками. То есть вот не так как бы резко идет, поэтому там есть компании, которые в целом от этого выигрывают, но рынок как общая, так сказать, вот среда, он проседает. Китайские технологические компании очень опасаются, что именно вот изменения, которые произошли, там произошла приличная перетаряска среди членов политбюро, что это может еще больше вызвать закручивание гаек, либо там к уплате более высоких налогов их принудят, и к тесному более сотрудничеству с властями по различным вопросам, там включая безопасность и прочее, соблюдать более строгие нормативные стандарты, соответственно, там и по найму, и по налогам, все вот эти вот моменты, они моментально опустили вот перечисленные компании крупные на двузначные величины, то есть сразу вниз, да. Ну и также рынок мне понравился, и в принципе самим большинству китайских экономистов, конечно, тоже пришли в уныние от того, что было, в общем, ни разу подтверждено, что вот эта политика нулевой терпимости к ковиду, когда закрывали там целыми регионами, целыми городами уже в этом году, включая Шанхай, что вот это в принципе правильная политика, в общем, и дальше примерно так будем делать. Кстати, премьером будущим, видимо, с весны предполагается, что будет назначен как раз региональный секретарь именно шанхайской компартии, то есть человек, который как раз эту политику в Шанхае осуществлял, где там 25 миллионов человек были, сидели по домам два с половиной месяца, и в целом очень сильно это сказалось на экономике, так что вот отсюда, собственно, как бы уныние, но и по объективным цифрам, там вы знаете, что Китай задержал публикацию статистики по ВВП до окончания съезда, но официально не поэтому, но официально неизвестно почему, по техническим причинам, в общем, дождались, когда там всё закончится, ВВП вырос на 3,9%, что вроде бы для всех сейчас по меркам нашего мира неплохо, но для Китая мало, и целевая планка, которую сам съезд компартии ставил ещё прошлый, и это подтвердил 5,5%, то есть это ниже целевых темпов роста. Также Китай сократил по официальной статистике таможенной, импорт газа в целом, не из России, а в целом, на 9,5% за последние три квартала по сравнению с тремя кварталами этими же 2021 года. Импорт нефти на 4,3%, и это именно в физических объёмах, то есть не в оплате общей, потому что, естественно, цены выросли, да, там, скажем, вот они посчитали, что они заплатили, например, за всю поступающую нефть из-за рубежа на 47% дороже, чем за аналогичный период три квартала прошлого года, но именно в физических объёмах меньше. За весь прошлый год 513 миллионов тонн нефти, а за три квартала этого года 370, ну вы можете по пропорции где-то прикинуть, да, что, в общем, это мало. Снижение, ну я уже процентное, собственно, назвал соотношение официальное. Всё это указывает, конечно, на значительное сокращение, во-первых, заказов с нефтеперерабатывающих заводов, вероятно, потребностей местной промышленности, то есть при этом в тот момент, когда, в общем, и так в мире всё готовится скатиться или скатилось уже в рецессии, можете как хотите считать. Рынки, естественно, все эти перемены не приветствуют, и считаю, что ещё в дополнение ко всему, вот лагерь сторонников реформ, он был как бы смыт из состава политбюро, вспоминают и эпизод странный, действительно, с Худзинтао, который занимал раньше пост генеральной секретаря с 2000 по 2012 год, ну, наверное, все это, кто заинтересовались, видели там, как-то так под ручки его очень вежливо, аккуратно, там два охранника вывели из зала, вот, потом сообщили, что это по состоянию здоровья произошло, вот, ну, кто видел, как бы, тот может, наверное, сам это дело оценить. Так или иначе, рынкам вся вот эта ситуация не понравилась, даже если всё точно соответствует, на самом деле, официальной версии, всё не понравилось. Вот, ну, и, соответственно, да, соответственно, вот мы видим, что только за день инвестиционные дома иностранные продали активов китайских на сумму порядка двух с половин миллиардов евро, там, около 18 миллиардов юаней, то есть, вот в таком духе идут движения, рынкам в целом это не нравится, конечно, да, но они пока ещё считают, наверное, что вот, ну, Китай – это Китай, остальной мир – это остальной мир, и, как бы, фрагментируют картину общую, но в какой-то момент, если она станет более негативной на западных снова рынках, да, то, конечно, вспомнят всё. Вот, собственно, на этом я и акцентирую внимание. Вот, ну, и впоследок, буквально, там, ответ на одну из реплик в комментариях, которая была после прошлого нашего выпуска, мне так, в общем, очень дружелюбно, человек намекнулся на то, что сейчас, наверное, многим просто не актуально про западные инструменты, да, слушать, просто потому, что не имеют люди доступа к этому. Слушайте, ну, я скажу так, да, что если доступа нет, да, то, собственно говоря, это ситуация, когда, наверное, и видео вы на эту тему просто смотреть не будете, да, или просто будете смотреть из интереса, это логично. Но возможность, как бы, да, что интерес заставит искать такие доступы. Поэтому, на самом деле, возможности-то все, они имеются, и то, что это ограничено сейчас и с российской стороны, и с западной, это не значит, что это невозможно. Во-вторых, все-таки, очень и очень многие этот доступ сохраняют. Поэтому логично предоставлять об этом максимум нужной информации полезной. Не переходить же, как бы, только по этой причине, да, на освещение шкарфа российского рынка, который, я по-прежнему, считаю, крайне мало предсказуем в динамике. Мы все понимаем, что он сейчас зависит от политики. И те, кто занимаются им, легко могут найти новости на эту тему на других порталах или других выпусках, здесь же на финверсии. Ну, как бы, я не являюсь просто специалистом по российскому рынку и плотно никогда им не занимался, соответственно, рассказывать об этом, при том, что риски весьма существенны, я считаю, по-прежнему выше, чем на более капитализированных площадках. Не потому, что там вот чем-то, у меня к ним симпатия какая-то или наоборот, да, а просто потому, что где больше денег, извините, крутится, там и более предсказуемые рынки. И в данном случае, в том числе и в своем негативном ключе, в потенциальном снижении, они тоже являются довольно-таки предсказуемыми. Соответственно, те же способы поторговать на понижение индексами в соответствующие моменты, или там набор в портфель каких-то акций, очень уж хорошо себя показавших, как вот Netflix, да, например, на прошлой неделе отчет, действительно прекрасный отчет. То есть всегда будут компании, которые лучше рынка и которые имеют смысл портфели оставлять, если они там уже есть. Другое дело, что лично я на ближайшие месяцы не планирую докупок каких-то в портфеле, крайне маловероятно, что на докупку какого-либо эмитента или на покупку пойду. Ожидаю все-таки, что в целом рынки по-прежнему с очень высокой вероятностью скатятся в более негативный цена и вот на основе всего сказанного. Новости, аналитика, видео портала Финверсия и канала Финверсия ТВ в удобном для вас формате. Канал Финверсия в Телеграм, канал Финверсия в Яндекс Дзен. На главной странице портала Финверсия в правом верхнем углу нажмите на значок удобного для вас канала, подпишитесь и получайте наши материалы и видео в удобном для вас формате. Финверсия